Так, друзья, у нас совсем с вами мало времени, потому что мы так за вчерашний день и не смогли начать нормально трай. В первом случае я не жертвы, во втором случае я упустил две миссии по ученым. Там истечение обстоятельств, и невезение, и ошибки торопился. Короче, сегодня у нас первый самый трай. Мы берем Жнецов для того, чтобы выполнять определенного рода миссии. У меня есть план, я его буду придерживаться. План этот появился сравнительно недавно. Уже понимаю, какие роли, какие люди мне нужны на какие миссии, что выполнять, что не выполнять, о чем сконцентрироваться. Если коротко, на секретное задание у нас 2-4 штурмовика. Основная группа это 4 отряда, 4 спеца, 4 гранатометчика, где-то 5-6 рейнджеров, 3 снайпа на первые 2-3 убежища. Исследования понятны, производство понятно, акцент на спасение регионов. На быстрое спасение регионов. Погнали, погнали. Вот это полное укрытие, процентов 40 он стреляет. Понятно все. Я пытался, ребят. Ну честно, пытался стартануть, но... Миссия крайне сложная. То есть вам дается 3 дня на нее, вы можете взять только одного человека. Миссия важная. Ее на старте точно нельзя пропускать. И... Первая миссия. 34 попали. Да, 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 там еще напопадали, конечно. Пять дней эвакуируйте инженера. Боевой азарт. Но пять дней это надо брать нормальных пацанов. К сожалению. Что ж поделать. Ищем дальше. Новая. Восемь дней. Разбойное нападение. Захватить. Это у нас без скрытности. Угу. Эвакуируйте випа. Минималка, инженер. Погнали. Первая сложная миссия. О, крыша, крыша. Но придется пройти по центру. Может быть имеет смысл резко взять... А, это мост. Ууууууууууууууууууууу. Сейчас попытаюсь из центра карты. Я по центру карты, понимаете? Мне бы сейчас метнуться кабанчиком. Потому что чем ближе ты... Чем больше у тебя реальный обзор, тем больше шансов, что ты кого-то там спулишь. Что ты увидишь, что тебя увидят. Соответственно, если у тебя будет край карты под боком, соответственно, обзор уменьшается почти в два раза. Противников немного, но меня больше беспокоит то, что за ними. Потому что рядом с ними. И мы начинаем. Мы начинаем КВН. Мажем раз. Смешно. Попадаем, царапаем доги 20. Оглушение из дугомета. Потому что я его не убиваю в рамках этого хода. Сейчас нужно подтянуться сюда всеми, кто сзади. Ну, рейнджером. И не хочу отключать. То есть надо убивать. Что ж такое, извините. Кидаю гренку раз. Пытаюсь шатнуть дрона 2. Там сектует уже, блин. Там подо мной уже сектует. Слушайте, а если я сейчас встану и выстрелю по нему, сектует сагрит. А-а-а, уже здесь. Уже здесь. Но подъем есть. Но мне кажется, что сейчас как раз не нужно лезть. Они уходят. Это хорошо. Так, сейчас надо аккуратненько подсветить всех их. Да ладно, и здесь еще пачка. Самая большая задача сейчас, роль на ниндзя лежит. Он должен подсветить максимальное количество врагов. Он этого не делает. Сейчас мы попробуем уйти правее. Что ходы еще есть. Переместиться. Перезарядиться. Возможно, даже вот куда-то сюда и обходить с угла. С богом. Сзади подкрепа. Сразу в тылу. Промах 64. Попадание есть 61. И ниндзя пулится. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Сейчас он видит тот пак. И они полноценно действуют. И расстреливают меня. А я без кавера встаю там. Капец, попал. Нет, не успели. Ну, сейчас уже аркада. Сейчас уже аркада, сейчас уже рандом. Если кто-то дезориентировали, овервотч. Это стреляет полноценно по человеку с защитой, но 50% не попал. Повезло. Хорошо. Спасаемся. Там овер, пытаюсь спасти нашего товарища. Переноска юнита Верлоина. Тащим. Верлоин, кстати, в чате есть, нет? Очень хорошо миссию отыграли. То есть, да, тяжелейшее ранение. Но учитывая обстоятельства, учитывая то, что мы спасли Випа, учитывая то, как оно все было... Очень даже неплохо. Так, будем ли мы брать бойца, учитывая то, что... Да, давайте этот день проведем за разведкой, потому что... Сейчас у меня народу нет, чтобы отправлять на миссии. А боец как раз... Ага, и здесь... Разбойное нападение, да? Есть еще контейнеры, материалы в контейнерах. Я никогда их не находил. Или было разок контейнер, не помню. Здесь мы тоже пытаемся взять леммингами и числом. Хотя это аркадненько. Четыре, и ваг нормальный. Ну, то есть, далеко, но терпимо. К сожалению, здесь придется... Лезть. Вот, сейчас сразу спулили кого-то. Это даже хорошо, что первым мы спулили. Помним, что здесь у нас скрытности нет. Гранатами и выстрелами. Дальних рашем. Нету штурмовиков, нету никого. О, подождите, у меня здесь фланг оказывается. Что я не прочитал, у меня два фланга. До дрона. Начинаем с гранаты из дрона, потому что, во-первых, мы гарантированно не убьем у него 6 хитов. Во-вторых, мы снимаем броню. Даже кажется, нужно потратить на него одну грянку. У тебя 50, 50. Давай, ладно, ты стреляешь просто. На следующий ход мы его все равно флангуем. Все, кто без гранат, стреляют. Ну, кто с КД с гранатами. Ну, пробую еще его покоцать хотя бы. Но что-то мои ребята... Попутно собираем лут. Этот ход надо использовать для перезарядок. С первым паком разобрались довольно быстро. Что будет дальше? Еще две пачки врагов. И дальше мне комфортнее будет находиться внутри. Потому что... О, и здесь как раз люди на близкой дистанции. То, что нужно. Три человека, двое обычных, один сектоид. Они разбежаться далеко не смогут. Но смогут пострелять, к сожалению, по людям без каверов. Вот это плохо. Сектоид сразу начинает. Сейчас может убить просто. Промах 87. Отлично. И... Надо купить лотерейный билет. Последний остался. То есть, кто это у нас работает стабильным. 7.12. Я надеюсь, что он отступит. И ПСИ будет у него. А не будет он стрелять. Но... Он стреляет. Ранением. Повезло, что не крит с критом. Он может убивать спокойно. Че? Но в целом уже можно бежать вперед. Потому что осталась одна пачка врагов. Ранение уменьшает точность. Поэтому... Мы избавимся от одной цели, гарантированной. И вторую может даже... Вторую сделаем послабее. Можно приступать к последней фазе. А именно к... Вытаскиванию... К нашему разбойному нападению непосредственным. Это раз. Это два. Это три. Все, улетаем. За два хода до. Стащили все. Получили два ранения. Я считаю, что... Для миссии, в которой принимало участие 7 леммингов... Это очень хороший результат. Не идеально, но хорошо. Побег. Ага. Дагфакс, штурмовик. Сложная миссия. Но большая карта. То есть его задача... Благодаря скрытности базовой. Благодаря плотности высокой, маневренности высокой. Добраться до сопротивления. И попытаться их в аркаде геройски спасти. Кто-то в духе. Так все. Потрянился. Начинаю проходить часть. Ге-ге. Минус миссия. Минус штурмовик. Первая жертва. Он отсюда не уйдет, к сожалению. Сразу прошибает легкий пот. В такие моменты. Первая фейловая миссия. Мы не спасли и потеряли. Пускай жнеца Аркадий. Пускай жнеца Аркадий. Ну и уходить потом через обилку. Но я не могу первого ученого скипать, понимаете? Это совсем ненормально. Эвакуация, эвакуация. Ученый. А, это второй ученый. Слушайте, второй ученый. То есть это был необязательный ученый у нас. Ну, два, конечно, лучше, чем один. Но первый важнее, чем второй. Первого ученого спасли. Он должен был быть мертвым, конечно. Кавер был багнутый. Ну, потому что вероятность такого события. И там отображение такое было, что я быстро считал информацию так, как хотел. Ладно. Активничаем в этом регионе. На следующий месяц. И здесь я оставляю материал. Хотя нет. Нет, давай-ка нет. Давай разведданные тоже. Там бдительность снизилась. Мы можем нормально активничать. Пытаемся для начала найти как можно больше миссий. Пока он не закончится людям. Большая карта. Пленники. Что? Нормальный отряд. Погнали. Всех убили. Почти все подлутали. Адвентовцы прилетели, но... Здесь уже без толку, конечно же. И наш специалист последний уходит с этой миссии. Вообще, нужно, конечно, стараться выполнять как можно большее количество миссий. То есть, не обязательно там... То есть, отправлять по минимуму людей. Если можно соло спасти, то надо идти сбежать соло, спасать. Здесь. Эвакуация VIP. Очень опасная миссия. Погнали. Ну что, не было у нас толкового человека, чтобы отправиться на эту задачу. На это задание. Домов нет. Справа есть. Надо направо идти. Еще справа людям. Ну, это аркады. Если я ход как-то продержусь, то хорошо. Эти подо мной ходят. Не знаю, где здесь забираться надо. Если три человека, дрон будет вылетать. Возможно, дезориентацию кинет процентов 30-40. Остальные вроде не видят меня. Спуск вижу, но спуск не подъем. Мне это нужно. Хорошо, но что я жнеца спасаю. Ну, то есть он прожимает и погнал. Дрон подо мной. Два человека здесь. А тут негде забираться. Примолиться. Вопрос к дрону. Долетит. Дезориентирует. Оглушит. Не знаю. Возможно, надо было за кавры слева встать. Клеточка минус. Я не уверен, что он добежит, в принципе, на такой дистанции, как жнец. Офицер не успевает. Забирается. Дрон, кажется, не успевает вылететь. Да, не успевает. Отлично. Ну что, добежишь, не добежишь, друг? Мне очень нужен второй ученый. Прям очень. Давай, у тебя будет шанс сейчас. Не добегает. Почему? Потому что там пак стоит. Охренеть, везуха. Просто они встали на этом. Вы видели, да? Вот они встали рядом с местом, куда я должен был забежать. Давай в обход. А куда в обход? Сейчас я спулю всех. Пул в полхода. Правильно, пул в полхода же надо было делать. Подойти. Они бы разбежались. Могли расстрелять, но это правильнее, чем то, что я сделал сейчас. Ай, дурак. Попадает. Сколько там? 40%. О, нет. Есть процентов 20 вообще. 27. Еще стреляет в фулкавер где-то 35. Кто-то бежал. Только не паник, просто выставим. Спасибо. Блин, что за, почему не пул в полхода? Так, разбойный... А, эвакуируйте ВИПа уже здесь. Погнали. Да, так и есть. То есть в целом даже полхода скорее всего есть. Это очень хорошо. То есть моя задача просто дойти до машины с нужной стороны. С какой? С нужной. Хороший вопрос. Надо сделать так, чтобы мы подошли к машине. И нас... О, уже подкрепа. И нас не спулили. Прилетает подкрепа. И прямо рядом со мной. Это очень плохо. Это минус миссия, кажется. Значит, ты добегаешь на полхода. Отсюда. Жнец добавляет там 3 клетки, кажется, еще тень. То есть в целом ты отсюда спокойно добегаешь досюда. Под обилкой. Сейчас уходишь. Они разбегаются. Паника по карте. Ты прожимаешь первый ход жнеца. Подходишь сюда. Да. Хватает. Погнали. Сейчас проверим ценой жнеца и миссии. Проверим, насколько я тут прикинул правильным всем. Подождать ходик вдруг пройдут. Да конечно, уже не разбежались. Три пачки. О, да дедо, привет. Все, прожимаем жнец тень. Я не добегаю. Уже косяк. У меня будет следующий ход еще. Так что я сейчас подойду. Мне же хватит второго хода. Ну, сейчас выбор. Либо мы подходим сюда и не открываем дверь. И, соответственно, рассчитываем на то, что они не будут. Не будет. Я могу просто на оверах умереть. Ладно, проверяем. И пропускаем ход здесь. Ну, они сейчас ходят. Меня не видно. Главное, чтобы поменьше оверов было. Два. Так, ну смотрите. Я открываю. Сейчас вопрос, кто побежит. Скорее всего, вип, потому что он менее важный. У него пять хитов. На рывке пытаемся выбежать. Не надо. Есть. Блин, выполнил миссию без ранения. Да. Ух. Ну, вот видите, жнец какой полезный. И он еще уходит. Спокойно. Капец. Кроме него, некоторые миссии никто выполнить не может. Когда я тебе даю, там два с половиной дня. Если нет топовых ниндз, которые уже супершпионы, то вначале ты просто пропускаешь эти миссии. Плюс ученый. А могло быть трое. Новая миссия здесь. Пять дней эвакуируйте. А, это тоже. Это освобождение региона. Вторая миссия. Большая карта. О-о-о-о. И здесь, видите, народу больше. Так, ну что. Все, это миссия для ниндзя. Только бы поближе эвак. Далека в Астон. Маневренность у ВИПа у меня охреновая. Тут еще одна крыша. Окей. Ладно, пока что забираемся так. Вижу слева уже псиоников. Плохо. Да, появляются новые типы врагов. Адвент развивается. Блин, и здесь еще пак. Змеи, милишные. Ходят влево, это повезло. Сейчас будем идти наверх. Шесть человек нашли уже. Два милишника. Наткнемся на этот пак, не убежит никто. Эти идут в мою сторону. Ай, опасно. Недалеко, не проходите далеко. Стоп, 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 стоп. Стоп, не надо, ну не надо. На полкарты ходят, а. На полкарты. Ну, здесь надо пробегать уже вправо. Пытаться. Смотреть, есть ли кто-то справа. Вот если сейчас не заметят, уже бочи хорошие шансы у нас на эвакуацию. Только здесь третья пачка еще впереди. Последняя. Прямо на эваке стоит. Плохо. Так, мы не спулили. Сейчас внимательно. Нужна подсветка этого третьего пака. Блин, игра, дай мне, пожалуйста, эту миссию выполнить. А, спокойно. Пусть они уйдут сейчас в другую сторону. Уходят влево. Это хорошо, мы сейчас бочком, бочком, бочком. Надо ниндзи всегда смотреть, смотреть, что они видят, чего они не видят. Сейчас ниндзи влево уходим. Мы видим троих всех. Здесь пробегаем сюда полностью. Я знаю, где все три пачки. Йес, отошли. Так, ниндзи в одном ходим. И этот в двух ходах. Уходите дальше, уходите дальше, уходите. Возвращается. А, вот это хуже. Моя задача вновь их попытаться подсветить, увидеть каким-то макаром. Видим всех троих. И видим, что VIP у нас... Надо ее подвести к Иваку как можно ближе, так, чтобы не сработал агро. Типа так. И потом вдоль стенки. Так, да? Получается так, да? Кажись, справились. Не говори, гоп. Пока они это самое. Ухожу, ухожу. Отлично. Ну что, уходя, уходи. Раз Ивак. Это вторая миссия. Вторая миссия из трех. Ну, кроме финалки. По освобождению региона. Еее. У нас плюс один боец. И... Ну и там еще награды. Там все дела. Почести. Музыка. Шампанское. Красиво. Ну, это было на тоненького. Потому что там, там, там. Первый пак под боком. Обошли. Второй пак рядышком. Оп, обошли. По длине, по краешку карты. Третий пак уже прям на респе. Так, подсветили, подсветили. Дождались, обошли. Класс. Класс. Ладно, возвращаемся в этот регион. Рейд пропустили. Села Двента 2, бдительность 3. Но это лучше, чем 4-3. Нет смысла грейдить центр тайных порядок. Нам два приказа. Получается, это мощно. Подсказочки, подсказочки. Подсказочки. Зачем, 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 зачем? Карнаж, бро. Мало того, что синевик. А, Ивак дальше, чем хотелось бы... Значительно дальше. Ё-моё. Плохая карта для Ивака. У меня всегда трутся людям. Ну, ясно. Тут прям здесь вышка. Короче, это я убегаю. Только не факт, что я убегу. Погнали. Дальше жнец и побежали. В два хода я не добегу, но по крайней мере... Да как? Анор... А я не знал, что вышки работают. Охренеть. Ну, все, это миножнец. Миножнец. То есть, никто тебя обнаружит не может, кроме вышек. До свидания. Морозка готова, ребят. Так, здесь скрытое событие. Погнали. Бойко идем, да, помесим? Если бы сейчас околы не потеряли. И жнеца. Ну, значит, занят. Там... Второе еще есть, товарищ Андрей. Ну, я не буду их пинговать, с твоим позволением. 4,5. Нас немного. Противники уже посерьезнее. Лазерного оружия пока нет. Прям с крыши мы будем видеть уже... Блин, он, может, даже перекрывает меня. Перекрывает, гад. Что ты будешь делать, а? А Мэг, судя по звуку, прям подо мной. У-у-у-у. Еще кто-то. Так, ладно, это хорошо. Так, у нас на позиции уже находится, по крайней мере, разрушитель. То есть, в целом, я думаю, что сейчас нужно ждать. Надеяться на то, что они соберутся. Даже вместе они разбегутся. Огнеметчик, ракетчик. Уходят. Уходят. Жалко. Ладно, у нас бронебойка есть, мы Мэка убьем. Стоит ли вообще начинать с ракеты или нет? Я бы начал вот с ракеты по этим. Потому что... Ну, потому что огнеметчик, гранатометчик и бронированный дрон. То есть... Их мне убивать очень сложно. Я их, собственно, и не убил. Ой, там еще сектоид за. Да ладно, все паки здесь. О-о-о. Так, Ивак здесь. Есть вероятность, что я просто... Не, Мэка я пробиваю вроде как. Бронебойка есть, хорошо. Но пушки слабые, конечно, у меня. У-у-у, царапина. У-у-у-у. Крит, спасибо, но этого недостаточно. Ну, тоже как бы бронебойка. 94 мимо! Да ладно, еще это под... Такая... Хорошо, действует полноценно только дрон справа, который может даже не долететь до подоглушения. И вот тот черный товарищ... Ну, а идет следующий пак. Два сектоида. Ненавижу их. Вся карта здесь. Так, здесь гранаты надо взрывать. Этот стреляет, скорее всего. А, они зомбаря поднимают. Опасно. Кавер убрали! Ой, как неудачно! Крайне низкая вероятность. И здесь изориентация должна быть, да? По кому? Так, собрались. Здесь оглушение, скорее всего. Два протокола восстановления. Надеюсь, у меня медик... Умеет? Умеет. Сюда гренка. Или сюда гренка? Нет, сюда гренка. Сюда гранаты, там взорвутся... Скорее всего, два из трех. Да, давай лучше здесь стреляем по чистильщику. Он очень опасный. Промах. 72. Точный выстрел. Но это вообще не точно, что-то попадет. Ну, в смысле, что убьет. И у меня возникает вопрос. А нужно ли мне кидать туда? Этот меня заберет сейчас. А, дезориентация. Дроны игнорим, получается? Да, этого дезориентируем. Уходим за фулкавер. Уходим за фулкавер. Как прогнозировать такие темы? Ну, надо убивать, пытаться ракетчиком, если с сектоидом, а не того правого. Плохо. Ракетчик не умер. 24 гарантированно. Гоу, он, правда, взорваться может. Я не помню, какой ренч у него. Ну, с богом. Этот поднимает зомбаря, пофиг. У нас есть светошум. Восстановление от паники мне уже нет. Ракета, все-таки ракета, блин. Капец. Погибает Ден Рус. Блин, недооценил я ракетчика, конечно. Недооценил. Ну, я думал, что дистанция плюс мега ранение. Все, минус 2, да, получается? Нет, минус 1. Что делать? Ну, я ломлюсь. Снимай овер. Флангой одного. Не факт, что убью. Тут надо выйти. Хорошо. Хорошо. Здесь ХЗ что делать, но здесь будем поджигать. Просто уходим и конусом бахаем. Огонь только у одного. 87 мимо. Что здесь сгореть могу. Хочу минус оперативник. В чем гранатометчик опять. Еле-еле уходит еще. Короче, у меня тут надо ученого возвращаться на... на восстановление раненых бойцов в госпитале. Все обеспеченные оперативники обеспечены. Файрбран вернувшись на базу. Ну, и миссию сама не выполнили. Но здесь у нас миссия освобождения региона. Опа! Безликова обнаружили. Погнали. Это хорошо. У нас там сидит снайпер с прикладом модифицированным. У нас там сопротивление нормальное. Правда, они не очень опытные, потому что этот регион мы недавно присоединили. Вот они, лемминги. Кто-то здесь оказался предателем. Нас мало. Всего 4 человека. О, это плохо. И они вообще неопытные. Есть человек один с дробовиком. Это реально мало. Мало людей. А, это странно. То есть настолько близко, что уже поменялся... поменялся вектор. Кстати, из-за этой хрени я не смогу... О, это один из старых наших мстителей. Это мстители с первой части. Да как? А, я не дошел. Охренеть. О, попали разок. Хорошо. Еще попали. Да ладно, вообще молодцы. Лемминги постреляли, как царей. Мяу-мяу. Что же делать-то? 52 по-дальнему. Но снайп хреново стоит. Ну, не знаю. Проблема в том, что я здесь... Я должен скидать еще одну гранату. Потому что я не могу подходить достаточно близко, чтобы... Потому что есть еще один пак. Потому что вот так максимум... Убиваем. И то это был риск. Бегут. Хорошо попадание. От того, кто... Единственный, кто может попасть. 45. Вот он безликий. Офицер битый. Как мы такого предателя вообще не могли не это самое... Не заметить. Да, это прохладная вероятность. С дробошами, конечно. Он вырыгался, что ли? Класс. 85-83. Мне кажется, офицеры с заметки из-за гранаты опаснее. Поэтому стреляем. С этим пока перестреливаемся кем можем. Ну, подходить нельзя. Как же мне повезло там. Я даже подойду поближе. А-а-а-а! А, у меня идет хорошо. О, попали. По поле двороза. Нифига себе. Да, вот это вот. Его пол хода. Беги ближе. Давай. Подробашим. Ну, как бы изи. По результату получилось. Добиваем снайпером. Ему опыт нужен, в общем. И лут собрали. Почти весь, который был на карте. Трупы нам также пригодятся, естественно, всех вот этих вот людей. Потому что такой миссии ты трупы выносишь. Эвакуация ВИПа из камеры. Погнали. Еще один инженер. Да, больше нужно нить. Где-то 3-4 человека нам нужно. 3-4 человека. Стартовый прям. Чтобы они входили на вот все вот эти вот миссии. И ты не боялся там одного потерять. Там то ли ученый, то ли инженер. Эвак близко. Очень кажется близко к этому. Если я правильно помню эту улицу. Да. Нет. Не близко. Вообще не близко. Да. Я думал, что вот на этом углу он. Да. Но тебе же еще надо как-то отсюда свалить. Блин. Ну, назад. К углу. И там ждать. Не, ну это нереально. Тут как бы, извините. 6 ходов на эвакуацию остается. Улетай, пожалуйста. Ой, эти на перерез. Еще вторая подкреплена. Подходим. Твою налево. Тут вся карта. Зачем? Как? Большая карта. Все здесь. Просто массовый пул. И надеяться, что нашей маневренности хватит, чтобы спрятаться на крыше. Уйти достаточно далеко. Всягриц. Ну я в ход не дохожу. С эвями, конечно, это изи проходят все эти миссии без потерь. Там еще же вроде пак был один. Хорошо вроде не спалил. Хотя бы спас его. Ё-моё. Хотя бы спас. У меня оставалось уже там три хода. Дрон, один пак. Второй, третий. Все, спаслись. Капец. Ну скорее всего спаслись. Здесь должен, по-моему... Нет, все. Придется менять штаны. И он еще говорит, We failed our mission. На самом деле это большая победа в той ситуации. Нейтрализовать цель в транспортном средстве. Большая карта. Я вижу, что 10-12. Но пойду все-таки ее выполнять, пытаться. Так, у нас здесь бригада с лазерными пушками. Но всего пять человек. Задача просто убить ВИПа. Помним, что сражаться не надо, потому что 10-12. Поэтому задача для начала дойти до... До ВИПа. Пожалуйста, уходите. Пожалуйста. Пожалуйста, назад. Пожалуйста. Есть. Джедайские штучки. Применяем врагов. Врагов. Погнали. Заморозка. Я видел, там офицера рядом с ВИПом. Но мы сначала в один ход убиваем этих. Потом сдвигаемся и пытаемся с респа убить. Расстреливаем раз. Ой, приятно, как лазерное оружие стреляет, да? Звук. Понятно, чтобы поближе подвезти, а она там в хвосте плетется. Здесь же есть кому пострелять. Хотя пистолет-пулемет. Блин, как же меня лут манит, а? Ни в коем случае не идти сейчас. Надо попробовать вот до сюда дойти, по крайней мере. Ой, дрон вылетает. Ладно, можем попробовать захватить его. Полезность сомнительная, на самом деле. Ну, захватили. Хорошо. То есть на следующий ход мы и летим дроном, привлекаем к себе внимание, а сейчас с товарищами максимально сдвигаемся влево на расстоянии, которые не спулят. Мне нужен контрольный пакет ГГ, может помочь принять соучредителя. Соучредитель с никнеймом маньяк я бы не стал принимать просто. Ну так. Надо перестраховаться на всякий случай. Ну, погнали. Смотрим, где цель. Смотрим, сколько врагов. Три врага здесь. Ну, я специально рашанул для того, чтобы... Ну, во-первых, у меня времени нет, подкрепа идет. А-а-а-а! Вот это я что-то не сообразил, что он еще убегать будет с собаком. О-о-о-о, нет. Я его здесь не вижу. Дрон, держись, Рон Дон Дон. Мимо, хорошо. Дезориентация помогает. 60% не попадает. Этот овер и этот стреляет. Не должен убить, потому что все-таки 6 хитов. И он наносит ровно 6. И возникает вопрос, а нужно ли мне свипа его убивать или нет? Давай, Рокет, сюда. На троих. Минус 1. Второй только ранен. Надеюсь, подходим. Так, спокойно. Что будем делать? Всегда есть опция свалить. Ну, в целом, неплохо. Давай, убиваем правого сначала. До подкрепа еще есть время, так что давайте попробуем выкрутиться из этой ситуации. Как бы мне снять сапресс без... 70 по дрону надо все-таки. Ну, потому что он... 35, маловероятно. Ну что ж, вдруг чудо будет, а? А я думал, снимется. Время молиться. Хапа сейчас подставляется дико. Сможет быть фланг от штурмаша. А, еще один пак. Ох, это хуже. Гренок нет, взорвать не могу. Они сразу стреляют. И сразу попадают. И там милишник. Блин, вот третий пак, а? Надо пытаться валить. А, не факт, что мне дезориентацию сейчас пустят. Да, это минус глава дезориентации. С саппортом пытаюсь убежать. Уходим, уходим. Все. Не привлекаем, короче, внимания к этому региону. Если б не выбежал этот третий пак, я бы, конечно, скорее всего справился с этими. Но, может быть, у них срабатывает... Срабатывает... Тут, типа, алерта, они бегут сюда. Да, я понял. Ну, там с самого начала тоже были проблемы, как вы помните. А, и папа, попробуем эвакуировать. Гранатометчик. Можно еще вырулить, можно. Если регион освободим, в этом месяце, например, удастся. Хотя, не знаю, что там. А вышку надо делать или что там? Что нужно сделать? Вышку надо строить или миссия какая-то? Короче, надо посмотреть. Просто, если мы освободим регион, в котором есть товарищи, мы решим проблему с деньгами. То есть, там будет сразу там плюс 200, плюс 300 каждый месяц. Без каких-то там негативных последствий. Поэтому я хочу проверить, хотя бы освободить регион, понять вообще, что... К чему это все прив... Не понял, где... Где... Блин, далековато, противно. Точнее... Блин, убежать-то далеко. Ну, поторопился. Только что сказал, не надо торопиться. Но увидел, что далеко бежать, и решил пробежать полхода. Да все, гг. Я же смотреть не хочу на это. Вот ради этого у нас была секретная миссия, на которой мы потеряли ниндзя еще. Капец. Большая карта, и я напарываюсь на людей на крыше. Да, ускоряем проникновение. 7-9, погнали. Так, это третья миссия освобождения. Третья миссия освобождения. Ладно, собрались. Хотя бы региональный центр надо в этом тая посмотреть. Насколько это важно, сколько нам это даст. Хорошо. Ну, иначе я время теряю. И непонятно, они выйдут на меня, не выйдут. Пак опасный. На него не жалко заморозку тратить. Могут быть опаснее, конечно, но в данный момент... Так, лучше здесь стрелять по тем, у кого есть броня. Раз. Два. Эбак сразу кинуть надо, не забыть, влево. Рядом с... Где-нибудь здесь, наверное. Второй рейнджик, к сожалению, врагов не видит, поэтому придется... Интересно, у него есть стасис, он сработает? Нету, хорошо. На лут забиваем пока что. Так, подходим. Возможно, стоит кинуть скан еще дальше. То есть, туда, куда... А как мы... Откуда мы можем его стрелять? Сверху мы можем по нему пострелять. Но крыша мне особо для передатчика не нужна. Но здесь все перекрыто. Ну что? Разрушитель за ковером. Подхожу к пимам. Пулем, скорее всего. Сколько? Три минимум. Шесть. Понеслась. Блин, две змеи. Передатчик. Эти бегут справа. Твою мать. Ракетчик еще. Ой-ой-ой, два сектоида. Змея. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да, ну... Вот так вот. Вот так вот. Тогда мы и вот это вот взорвать можем. И овер снять, и сектоида покоцать. Давай, гранатометчик. Максимальное количество урона. Да, есть. Красиво. У этого кавер сняли. Еее! Хорошо. Здесь идем, пока не идем. Тут с места стреляем раз. Дупля тоже не нужен. Хорош. Хорош. Халявная перезарядка. Просто разрушитель, потому что у него пушка хреновая. А теми, у кого лазерная... Ой, там еще подкрепа в ближайшее время. Ой. Теми, у кого лазерная, надо вот этого быстро убивать. Мне на это два полных хода понадобятся. Короче, я пошел разрушителем у него. Ну, мы такие зажигаем, как будто. Точно? Ну да, что делать? Что, больше никто не может ходить? Почему тут... А, он лутает же. Два процента я вертел. Просто как так? Два. Давай, 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 давай. Есть. Валим. Валим. Так, два человека с овером. Дезориентация, огонь. Побежали на овер, не встанут пока что. Уходим, друзья. Психованная миссия. Начинаю. Убиваю пак. Одна клеточка, два пака. Все вроде умер. Успеют ли те подбежать для овера? Могут успеть, могут успеть. Бежал этот сюда. Стреляет. Мимо 32. 35. На овер встает. И все. Так, я бегу на рывке. Человеком с броней, со здоровьем. Они не достали. Ушли. Никого не потеряли. Да, дикое ранение, но... Два процента, ребят. Два процента, крит. Два процента. Два. Два. Я бы их разрулил, вообще без проблем. Два ранения. Но мы выполнили миссию. Да. Выполнили. Так, опа. Ускоряем проникновение. 16, 18, 13, 15. Фигня, конечно. 13, 15 врагов. 4 хода эвакуации. 13, 15. Надо проверять, ребят. Надо проверять. Потому что, если я пойму, по крайней мере, этот принцип, хотя бы разок сыграю по этим миссиям, будет значительно проще. Потому что освобождение регионов — это деньги, это свободная активность в этом регионе. Представляете, освободил регион, и у тебя там плюс 200, плюс 250 каждый месяц баксов приходит, а их трындец как не хватает. А я дальше доходил. Месяца на три, на четыре дальше доходил. Прошлые разы. Короче, смотрим. Да, 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 знакомое место. Взломайте сетевой модуль. Это фланг, может быть. Ну вот, если он сюда пойдет, это будет фланг. Я не могу их инициировать нормально, потому что они, видите, разделены как. По дальним я не достану, а ближнего убить проблемы и так нет. Я уже не возьму. Ну все, друзья. Значит, сюда нужно брать опытного спеца для взлома туреток, для дезориентации дронов. Сюда нужно брать обязательно заморозочку для того, чтобы нейтрализовывать первый пак из трех и стараться обходить вообще мимо людей всех. ХЗК, но тем не менее. Ладно. Этот рай я тоже, естественно, бросаю, несмотря на то, что... Ну, здесь много потерь. Я два раза терял жнеца. И вопрос, может быть... Надо записать, что мы будем делать в следующий раз. Во-первых, внимательнее повышать бойцов. Повышать звание бойцов. Потому что сейчас я просто взял, ну, психанул, сделал лишнего снайпа, сделал там лишнего рейнджера, сделал лишнего спеца. У тебя должно быть там минимум три гранатометчика, три таких, три таких, три таких и так далее для регулярных миссий для выполнения. Больше ниндь. Обязательно больше ниндь из новобранцев, максимально маневренных. Делать жнеца или нет? Я ХЗ. Я ХЗ, потому что... Он все равно не менее аркадный, чем ниндзя. То есть потерять жнеца на миссии, вон на таких вот, на которых мы его теряли, легко вообще и просто. Легко и просто. Спасибо, что смотрели. Давайте до завтрашнего дня. Пока-пока-пока.